Господа хорошие, всем привет! Меня зовут Алина, кто не знал, добро пожаловать на мой канал. Наконец-то у меня дошли руки снять это видео, снять переделку своей комнаты. Сегодня не будет какой-то глобальной переделки моей комнаты, я не буду менять свою мебель, стол, диван и тому подобное, потому что глобальный ремонт в моей комнате был два года назад, мы поменяли полностью мебель, диван, поменяли обои, но на тот момент я не вела канал свой на ютубе, поэтому это, можно так сказать, осталось за кадром. Многие мне в комментариях писали то, что Алина с ними рум-тур, Алина с ними переделку своей комнаты, и опять же, я очень рада, что наконец-то я снимаю это видео. Во-первых, в нем мы с вами глобально уберем мою комнату, потому что, как вы видите в последующих кадрах, у меня бомжатник. Также я вам расскажу про то, как моя комната выглядит с лентой, частичку можете уже видеть. Думаю, нам стоит меньше болтать, и давайте же сразу приступим. Поехали! Продолжение следует... Я считаю то, что нужно убрать свою комнату, что и вы видите в последующих кадрах. Сразу хочу извиниться, я показывала комнату именно в том состоянии, которое есть. Повторюсь, это бомжатник. Вот, я делала буквально глобальную уборку, я очень много вещей выкинула, переставила, переложила на другие места, чтобы было удобнее. Поэтому наслаждайтесь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok История моей изоленты такова, что мне на Новый год ее подарили, вот чему я просто безумно рада, возможно я даже здесь ставлю кусочек, как я ее распаковывала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я делаю уроки, а пока папа разбирается с него новой лентой. Он смотрит видео урок, как лети по эту ленту делать. Алгебры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы вы понимали, сейчас 8 часов вечера, и да, я делаю уроки. Вот, и папа сказал, что сейчас будет оперейшн. Привет соседям! Пока папа будет здесь сверлить, я буду готовиться к самостоятельной паузе, а потом к практической похимии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Это моя давняя мечта, на самом-то деле, когда в YouTube еще не были популярны такие видео, как переделка комнаты. Мне кажется, мое желание повесить здесь такую ленту возникло даже полтора года назад. На самом-то деле, еще с этой лентой были огромные проблемы. Первый день, когда мы ее повесили, а мы ее вешали не один день, потому что тут были небольшие проблемы с блоком. Я его даже вам покажу. В общем, когда мы его повесили, лента у меня ночью отвалилась. То есть, мы повесили ее на тот клей, который как бы был на самой ленте приклеен. То есть, отлепляешь такую штучку, и она сама клеится. И я у многих блогеров такое замечала, что ночью они рассказывали то, что лента отваливается. У меня, собственно говоря, так и было. То есть, понимаете, я не засняла этот кусочек, что очень жаль. В три утра я просто просыпаюсь от звука того, что вот эта лента вот так постепенненько слезает по каркасу моей комнаты. Так постепенненько, по миллиметру, но это ужасно слышно, и она уже половину там отвалилась. И я бегу к папе, говорю, папа, у меня лента отвалилась. Он такой в полсовом состоянии приходит в мою комнату. Мы получаем свет и вешаем, внимание, в три утра ленту. На самом-то деле спустя, мне кажется, часа два она опять же так отвалилась. И я ее просто сама вот так по периметру сняла и положила в бок, чтобы она там не перепуталась. И на следующий день мы уже взяли крепкий такой клей-момент, по-моему. Честно, я не знаю, и по всему периметру проклеили эту ленту, и она до сих пор вообще не отклеивается. Так только в некоторых местах, и то мы, скорее всего, там просто плохо проклеили. У меня достаточно половины обклеены комнаты, а у меня обклеены вон там, и вот тут, и по вот этому периметру я вам покажу немножко позже. В общем, ребят, я уже наконец-то закончила убирать свою комнату, вот, и теперь я хочу вам показать небольшой рум-турчик, потому что многие просили, типа, снять рум-тур. Я не хотела вам раньше времени показывать итог моей комнаты, моей подсветки, но сейчас не до конца стемнело, чтобы вам полностью показать, хотя я вам сейчас и это тоже сделаю, уже сделала. Ну ладно, в общем, давайте быстренько пробежимся по моей уже чистой комнате, не бомжатнику, вот, просто вам вот так поверхность все покажу, кому интересно, вот, а кому неинтересно, можете промотать, но рум-тур будет. Просто вау, это невероятная атмосфера, как бы сама подсветка, она придает какую-то законченность комнате, и она вот просто невероятная комната красивая, атмосферная становится. Честно, я не знаю, как вам настраивать фокус, но это еще не стемнело, на улице еще светло, и здесь еще не такая офигенная атмосфера, как вечером, когда уже на самом-то деле сильно стемнело. Пока это все выглядит так, тем не менее, это тоже очень круто и классно. Итак, вхожу, как бы, в свою комнату, она у меня достаточно такая большая, крупная, вот, в целом она выглядит как-то так, это мебель-конструктор, как бы она не разъединяется, она изначально, как бы, была вместе. Ее конструировала моя мама, то есть сама я чертила чертеж. Здесь находится главный угловой шкаф, здесь есть зеркало, что очень круто. Начнем с первого шкафа. Здесь у меня находится вся моя косметика, абсолютно просто все, все уходы, средства за ногтями, просто косметика, различные палетки, дезодоранты, маски и тому подобное. Вот, сверху у меня здесь идет абсолютно сбор всей канцелярии и дальше игры, в которые я не играю, или просто настольные игры. Вот, дальше идет угловой шкаф, здесь у меня находятся куртки, все мои сумки, рюкзаки и тому подобное. Все, в принципе, здесь ничего интересного нету, если что, вон там лежат все мои работы, которые я должна принести за полугодие в художку. Да, кто не знал, я учусь в художке. Вот так вот, а еще я до сих пор в зимних носочках. Да, дальше идет вот этот шкаф, здесь находится абсолютно вся моя одежда, вот, здесь основная, так сказать, моя одежда. Вот, даже, давайте я вам покажу, этого лего очень много, я его не знаю куда деть, поэтому он находится здесь. Также с недавнего времени вы могли заметить вот такую гирлянду, здесь лежат небольшие подушки, основные подушки. Вот, и дальше идет следующая часть, то есть мой стол. Давайте выключим свет, чтобы вам лучше было видно. Вот так вот выглядит мой стол. Моя рабочая пространство, так сказать. А напротив висит моя маркерная доска, и также здесь есть мой штатив, потому что я вам снимала начало видео, и его не успела убрать. Так вот, здесь находится мой стул с рюкзаком, в который я хожу. Далее идет вот такие четыре шкафа. Вот здесь находятся тетради, как правило, я выписываю правила по русскому, математике и тому подобное. И они вот здесь в стопочке все находятся. Также здесь находятся большие учебники, которые помещаются на полке. И различные документы, проекты, сообщения и подготовки к ВПР. Также здесь есть мой пенал. Далее вот здесь лежит мой планшет, калькуляторы. Вот здесь, в этой штучке находятся все мои зарядки от часов телефона и планшета. Вот запасные ручки. Смотрите, как светится мой желтый калькулятор. Также здесь есть тетради, клетку, линейку. Здесь отдельно для английского языка. А внизу уже находятся различные черновики, листочки, тетрадки. Вот. Далее идет само рабочее пространство. У меня находится здесь вот такая лампа. У нее есть режим вот такой, вот такой и самый яркий, который я использую для учебы. Она также вот так вот складывается. Вот. Потом. Здесь у меня есть такая еще розовая подкладочка. И здесь находятся часы, чтобы наблюдать за временем мой кактус и подставка в виде кошечки. Вот. Далее здесь идет вот такие вот органайзеры для канцелярии. Вообще не для косметики, но я их использую для канцелярии. Вот. Далее идут книжки. Здесь просто обычные книжки, которые не знаю, куда деть. Здесь учебники вместе с тетрадками по учебе. А здесь какие-то дополнительные справочники, учебники. Ну вот, например, взять подготовку к рабочей тетради по физике. Мы ее не ведем в школе. Я ее просто дополнительно покупаю, чтобы готовиться к урокам по физике. Мои подставки. Вот это книги с седьмого класса. Здесь просто что-то для рукоделия. Вот здесь то же самое. А на самом верху у меня находятся все мои гаджеты, все мои предпосределения для съемки видео, монтажа и тому подобное. Вот. Собственно говоря, на этом все. Кстати, 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 кстати. У меня как бы будет небольшое продолжение этого видео, оно будет называться «Сменение моего стола». Раньше вот на вот этой стене у меня висело очень много различных фотографий и тому подобное. Но мне это надоело. Я наконец-то сняла и потом обнаружила, что я просто загадила стену. В общем, у меня идея такова, что я хочу немножко подекорировать и убрать свой стол, докупить какие-то органайзеры. И также вот здесь вот вся стенка будет в фотографиях. Вот 100% это моя давняя задумка, и я ее на этих каникулах, которые у нас, кстати, с сегодняшнего дня хочу осуществить. У нас, кстати, уже более-менее начинает темнеть. Я думаю, стоит как бы подводить уже итоги моей переделки комнаты. Вот. Реально в комнате офигенная атмосфера. А да, хочу вам немножко рассказать про пульт. Итак, вот так вот выглядит мой пульт. Буду показывать вам вот так, чтобы было нагляднее. Вот это, кружочек, это означает выключить, а это наоборот включить. Также вот здесь я могу менять как бы оттенки своей ленты, менять цвет и тому подобное. Но я в основном останавливаюсь на вот таком нежно-фиолетово-розовом. Также внизу есть различные функции по типу, чтобы вот эта лента как-то моргала, светилась, переливалась различными сразу красками. Но это мне не очень нравится. Я с этими функциями даже не разобралась. Я не понимаю, как их выключить, включить. Я только разобралась вот этим. То есть вот это увеличить яркость, а вот это наоборот уменьшить. Если долго жать, то вот. Комната становится прям очень тусклой. Но я обычно делаю на максимальное. У меня так атмосферно. Реально круто. Ребята, всем советую неонву ленту. Серьезно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы обязательно его подцените лайком. Честно, я максимально надеюсь, что это видео немножко зайдет в рекомендации. Потому что до своего дня рождения хочу добить 700 подписчиков. За три дня, скорее всего, мы это не сделаем. Но, возможно, мечты сбываются. Кстати, в первые 24 часа комментарии это очень важная штука. Поэтому напишите какой-нибудь комментарий. Мне будет приятно. Я обязательно все читаю. Вот. Лайкаю и иногда подписываюсь на вас, моих любимых подписчиков. Еще раз хочу вас поблагодарить за 600 подписчиков. И думаю, на этом стоит заканчивать это видео. Я вам рассказала всю историю переделки, небольшой переделки моей комнаты. Как мы вешали эту ленту. Как я убирала свою комнату глобально. Вот. И всего вам хорошего, мои дорогие господа. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok